Добрый день, друзья! На этой неделе вы наверняка видели ролик про то, как найти жену, которую я снимал для своего старшего сына. Чада посмотрела ролик и сказала, окей, пап, всё понял. А где искать? Я задачился, потому что вопрос такой непраздный. Но решение нашлось. В фейсбуке у меня подписчиков пока что гораздо больше, чем здесь. И я устроил там соцопрос. Выборка получилась такая вполне револентная, как говорят. 122 человека откликнулось и рассказало о том, где и при каких обстоятельствах они познакомились со своей будущей половинкой, четвертинкой или осьмушкой, кому как повезло. Итак, я хочу вам сейчас рассказать, что в итоге получилось. Все ответы я разбил на 8 категорий, которые более или менее по какому-то общему признаку совпадают. Итак, оказалось, что труднее всего встретить будущего супруга в храме. Ну, с одной стороны, вроде как и понятна логика. С другой стороны, поскольку аудитория у меня в основном 25+, а иногда даже сильно плюс, то большинство, наверное, родом из СССР, где знакомство в храмах не то чтобы не одобрялось, а просто знакомиться там можно было только с бабушками и с дедушками. Так что будем считать, что это просто такой новый тренд, который, наверное, будет набирать обороты. Я так думаю. На седьмом месте у нас оказались знакомства в ресторане. Целых семь человек из запрошенных познакомились где-то там. Ресторан, кафе, бар, клуб, не суть важно. Важна сама атмосфера. Люди кушают, общаются. А как известно из психологии, когда человек ест, он добреет. Поэтому, наверное, как место потенциального знакомства это рассматривать можно, но вероятность, увы, невелика. Видимо, все-таки люди приходят в ресторан, в кафе или клуб несколько с другими целями. Хотя, как знать. На шестом месте оказались знакомства на отдыхе. Прямо такая классика Голливуда. Или Болливуда. Ну, что, тут все понятно. Целых 12 человек познакомилось на отдыхе. Живут и радуются до сих пор. В принципе, что-то добавить здесь к ресторану очень трудно. Картина примерно та же. Человек расслабляется и настраивается на некие мысли. Вот. Пятое место в нашем радиоформальном рейтинге заняло знакомство в интернете. Чему я немножко удивлен, потому что в наш век интернета, конечно, ну, достаточно, вроде бы, должно быть гораздо больше таких встреч. Как ни странно, видимо, интернет все-таки не настолько располагает к знакомствам. А может быть причина в том, что весь этот виртуал часто пахнет обманом, потому что когда ты общаешься с кем-то на той стороне, видишь некую аватарку, люди легко могут скрывать лица. И сногсшибательная блондинка может вполне оказаться пожилым лысым дядькой. Так что, в общем, знакомьтесь, ребята, в интернете, но аккуратно проверяйте. Следующим пунктом в 4... Так, это у нас получается 4-й пункт. 17 человек. Точнее, 3-ю и 4-ю позицию разделили 2 пункта. По 17 человек. Знакомство на работе и знакомство на улице. Набрали совершенно одинаково. Ну, под знакомством на улице здесь имелось в виду не только непосредственно на улице, но и вообще в прогулках, в парках, в каких-то близких, по смыслу, местах. А под работой, соответственно, подразумевалась, собственно говоря, работа и все мероприятия, которые с ней связаны, в том числе и корпоративы. Тут комментировать особо нечего. Лично меня, конечно, удивило большое количество познакомившихся на улице, потому что для меня это всегда было какой-то проблемой. Как с человеком можно так вот запросто на улице сказать там, ха, привет, пошли замуж. Вот, ну, это трудно, наверное. Хотя статистика говорит об обратном. Вот, пожалуйста, 17 человек познакомились на улице и живут до сих пор. Вот, очень друг другом довольны. Ну, вот так. Наверное, не все такие, как я. Что касательно служебных романов, тут, извините, как бы классика жанра. Вот. С кем поведешься, так тебе и надо. Поэтому, устраиваясь на работу, конечно, будьте внимательны, потому что и вы, и вас, и вы сразу становитесь объектом приставленного внимания, а так недалеко и до свадьбы. Вот такая история. Итак, второе место нашего рейтинга заняли все, кто познакомились друг с другом, как я назвал, в ближнем кругу. То бишь, своего супруга-супругу нашли среди друзей, близких, знакомых, знакомых, родственников, на свадьбах, на днях рождениях, просто на посиделках дружеских. То бишь, в своей компании, так или иначе. Не мудрено и понятно. И, наверное, это даже хорошо, потому что есть такое наблюдение о том, что то, что мы ищем, как правило, всегда находится рядом. А мы обычно склонны к тому, что надо пускать куда-то там стрелу, идти за 3-9 земель, целовать лягушку. Не все такое. А эта лягушка может вполне себе жить в соседней квартире. Или вы с ней можете быть давным-давно знакомы. И в какой-то момент вдруг раз, что-то происходит, и ты понимаешь, что все. Амур не промахнулся в этот раз и попал в яблочко. Ну или куда-нибудь еще. Ну и первое место. С большим отрывом. То есть 31 человек, практически каждый четвертый из запрошенных, познакомились на учебе. Да. Вот такая банальная история. То есть в школе, а некоторые пишут, что даже в детском саду, в институте, на картошке, в библиотеке, на каких-то мероприятиях, связанных с институтской жизнью, оказывается, самое расчудесное место для того, чтобы знакомиться друг с другом. Так что, дорогие родители, отдавая ребенку учиться, проведите с ним инструктаж, что ему грозит на учебе. Потому что с учебы он может вернуться не один, а иногда даже не в количестве двух. В общем, будьте осторожны, мои друзья. Будьте счастливы, кто уже попался. И пусть у вас все будет хорошо. Да благословит вас Господь. В общем, вот такой вот рейтинг. Посмотрим, что скажет на это мой сын. Надеюсь, у него теперь будет полная инструкция о том, где устраивать сафари. Всем пока. Не забываемся подписываться на канал. Дальше будет только интересней. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!